Сегодня я снимаю видео вечером после магазина, поэтому прошу меня извинить, но вот так получается, поэтому извиняюсь за освещение и все остальное. Люди часто меня просят говорить о Чехии, рассказывать, поэтому давайте поговорим как раз таки о Чехии. Итак, хочу вам сказать, что вы были сегодня в магазине Globus и мы купили на 2059 кром. Самое классное, что я использовала скидку 5% так как я являюсь членом клуба, вы можете также быть в любом магазине, в принципе практически в любом магазине, взять ее в клиентскую карточку и по ней ходить в этот магазин, набирать бонусы и по бонусам мне скинули 47 кром сегодня со всей покупки, то есть покупка должна быть еще дороже и 5%, 5% и мне вышло 108 кром еще плюсом, то есть вот считайте 47 плюс 108 кром, это в общем такая скидка вышла. Что мы купили на эти, на 2000 кром? Достаточно, ну, большая цена для Чехии. Во-первых, мы купили из вас, по-прежнему, большие покупки Пандерсен. Пандерсен, сколько я помню, вот сейчас прямо буду смотреть при вас, потому что они стоят до 300 кром. Сразу вижу, что мясо баран, я взяла баранину, это вырезка, но с маленькой косточкой. Макая тоже могут накупить, большой такой кусок, можно также баранину покупать на фермах, я уже говорила о фермах, и также можно покупать вот здесь ягнечий кита с костью, но кость маленькая, то есть я выбрала большой кусок, мне его разрезали, получилось на 234 кроны, килограмм стоит 279 крон. Большая покупка всей этой покупки огромного количества продуктов, это вернец для запекания. Хочу здесь попробовать запечь плов, посмотрю, это такое толстое-толстое, с металлической какая-то штука покрытая, в общем. Я читала, сейчас не буду долго на этом останавливаться, что это такое, с крышкой, со всеми причиндалами, то есть я думаю, что это очень классная вещь. Стоит она 599 крон, да, точно 599 крон. Так, так, давайте дальше, купила я еще бутылку воды, надеюсь, я монтировать не буду, поэтому все буду показывать. Ох, боже мой, прям в таком режиме. Добрая вода, не переливом покупаем, уходит она у нас очень быстро, в каждую бутылочку посеем чем-то крон. Сейчас, кстати, вода подорожала, да-да-да, в Европе дорожают цены, ну так, потихонечку, над пару крон на 2 кроны, вот добрая вода еще остается 7 крон пока. Давайте дальше перейдем то, что я, что здесь написано цены. Ножки я купила с бедрышками, да, 2 куриные ножки, стоят 47 крон. Вес 556 грамм, да, 84 кроны и 9 килограмм стоит. Так, дальше, 9 крон стоит кукуруза, очень сладкая, вкусная, она цукорная называется, сладкая очень кукуруза. Мясо я уже сказала. Так, что еще, давайте творогальчик. Творогальчик это вот такие вот баночки, здесь меньше всего всяких ешек, и, по-моему, даже вообще нет ешек, они, по-моему, натуральные, да, сметана, сахар, вот такой стоит 11,90, одна штучка. Купила я их, ну, чтобы так ориентировались, да, 4 штуки, по-моему, они есть, шоколадные, ванильные и клубнично-банановые, да. Вот этот липанок, они подорожали, кстати, большая баночка, это вот такая стоит 19 крон, вот эта липанока стоит 13,90 детские, здесь тоже без всяких ешек, без ничего, и здесь еще вот здесь открывается и наклейчик, можно наклеить, у нас весь полик наклейчиков. Да, так что, ну, если кому-то интересно, конечно, такие моменты. Салат рукола, 125 грамм, стоит, стоит, стоит 18,90, такой большой пакет, свежайшие руколы, не Германия, немецком произведено, да, немецком. Молоко. Молоко, это отдельная тема для разговора, самая, я беру жирная всегда, 3,5%, 1 литр, стоит 21,90. Недавно мы с мужем спорили, что стоило оно раньше 19 крон, но вот сейчас уже подорожала цена на 2 кроны. Да-да-да, дорожая цена. В колобусе самые маленькие цены, вообще 27-29 крон доходит на бутылочках. Но все равно я считаю, что это нормальная цена для молока. Так, яйца. Яйца L размер, 35-90, стандартный набор, 10 крон, небольшие яйца очень. Творог. Творог 16,90 стоит за 3 пачки. Творог, творог, творог. Вот он, творог жирный. Я беру все жирненько, я беру прям такое, прям жирное-жирное. Так, персики, 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 здесь написано. Килограмм стоит 29,90, взяла 734 грамма, 27,90 за 4 персика. Персики вкусные сейчас идут. Хлеб дыневый, 750 грамм, стоит 28,90. Большой прикидер. Мы же его поели, мы считаем, что не едим вот этот тыквенный хлеб, вот он с тыковками. Видите, такой большой-большой прикидик. Хлеб, беру его для детей и потом сухарики беру. То есть, когда вы не доедаете, он даже не укидывает. Ну, он вкусный, полезный и, ну, вообще, классный. Морская соль. Морская соль. Морская соль. Могла взять дешевую, обычную соль, но почему-то взяла морскую, стоит 18,90. Ну, мне кажется, что с йодом, там, ла-ла-ла-ла, не знаю, вообще. Наверное, оно хорошо. Мусорные пакеты. Стала я брать мусорные пакеты на 35 литров, в мусорный бак очень хорошо подходит, с сушками. Стоит 29,90. Райский протон. Рай протон. Рай протон. Пари, также купили. Стоит килограмм 16,90, он продается на килограммы. Вот такой вот один, одна штучка парея, 5 кром, 8 центов. Ризотто. Ризотто, это у нас рис. Рис, 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 где-то здесь, 44,90. Такая пачка. Написано, что он длиннозерновой, ла-лопана, ли же премиум. Весит вес килограмм. Да, 44,90 цена его. Авокадо. Авокадо две штучки. Постойность 17,90. Такой он полузрелый. То есть, вот еще оденечек будет, и он уже будет совсем-совсем мягенький. Очень вкусный авокадо, кстати. Бананы. Бананы мы здесь тоже видим. Бананы, короче, весь у нас на 33 кроны вышло, а вообще килограмм стоит 34,90. Так, малины. Малины 125 грамм, 39,90. Где она, где она, где она, малинка? Лежит перед носом, а я ее не вижу. Обычная малина, кстати, еще такой момент, ребенок любит ее и кушать, поэтому я ее взяла. Но на самом деле можно взять у вьетнамцев, она там будет немножко, мне кажется, даже подешевле. И также есть чешская малина, она находится возле Трженицы, на вьетнамский рынок. Там килограмм я покупала за 70-80 грамм. Что-то такое, но это был целый килограмм, а не 125 грамм. То есть, понимаете, что это, ну, большая разница. Сыр. Сыра два вида. Сын Гран Моравия. Это похоже на пармезан, но это, конечно, не пармезан. Это чешский продукт, стоит он 39,90, очень достаточно вкусный. Но, конечно же, он не настоящий пармезан. Хотя пармезан у нас здесь очень много, пармезан. Вот такой же кусочек, чуть-чуть побольше, будет стоить 100, там, 9 крон, где-то примерно. Вот так, пармезан, окрано-паданок. Поэтому тоже ждите, если кто-то увлекается такими сырами. И ещё один вид сыра, он с плесенью. Сыр Цезарска Нива. Цезарска Нива, ничего себе, чешский. Стоит 32,80. Здесь килограмм стоил 199 крон. Килограмм 199 крон, тоже вкусненький сырочек. И так его поесть, это достаточно вкусно. Так, мясо я вам сказала. Райчата Мини. Это помидорки. Помидорки очень-очень вкусные, которые длинные. Они стоят за эту пачку 250 грамм, 27,90. Да, я извиняюсь, я просто пришла с магазина и вот просто вам навалила, я быстро все показываю. Кстати, хами вот эти супы стоят 49 крон. Вот такая вот баночка. Баночка, ну, вот так, кстати, на 2 раза, потому что он не так уж много прям ест. Хотя он такой достаточно пухлёный, но 2 баночки тоже взяла. Яблоки. Яблоки, конечно, я сейчас смотрю по телевизору, всё подорожает. На самом деле яблоки вообще ни грамма не дорожают. И они как были, вот такие цены, 19,90 килограмм. Делаю 1,5 килограмма, 28 не вышло. Такая структура, 19,90. Бывают 24. Это чешские яблочки. Очень вкусные. Иностранные, конечно, они отстают 45 крон. Но вот чешские яблоки от 19 до 25, вот такие примерно цены на них. Они не дорожают. То есть, сказать, что есть какая-то нереальная цена на эти яблоки, которые они поставили с Россию, этого, ну, я, к примеру, я этого не вижу. Поэтому, ну, я так скептически достаточно отношусь к тому, что показ по телевизору, потому что в реальности у нас не подорожали ни на грамм эти яблоки. То есть, как они были, так они и есть. Итак, дальше взяла я еще вот такие вот банановые, банановый лук называется. Ну, форма бананов. Он дорогой, осаженный, 19,90, но я его сделаю декоративно на духовке, обжарю. Это будет как гарнир. Поэтому, ну, вот такой очень прикольно будет смотреться, поэтому взяла его. И еще я вам не сказала про сметану. Сметана большая, 14% жирности, 375 миллилитров, написано 29,90. А, и еще, кстати, вот такая вот, ну, я вам все покажу, потому что, чтобы вы примерно знали, цена, что вы можете взять на 2000 крон. Такая колбаса, она тоже стоит недорого. Она сделана из, крути, из утки, утка джуниор. Утка джуниор – это детская колбаска. Здесь нет вообще ешек никаких, абсолютно никаких ешек, все нормально написано. Ребенок очень сильно любит эту колбаску. И, ну, несколько вариантов есть таких колбасок. А так, конечно, ешь, ну, ничего не скажешь. А вот, тоже, наверное, совсем недорогая. Стоит, ну, не знаю, там, 20-30 крон, что-то такое. Максимум 40 крон. Сейчас почему-то не увидела ее. А, кстати, вот еще сельдерей. Почему я его не увидела? Странно. Еще тыкву я взяла. Тыква называется Тыква Хоккайдо. Один килограмм. Цена 19,90. Взяла на 788 грамм. Какие-то, не знаю, большие комары, термины или, да. 788 грамм на 15 крон. Сейчас тыкв очень много, потому что, сами знаете, что скоро будет уже Хэллоуин. Это, я показываю видео на сентябрь, начало сентября месяца. То есть, уже 5-е, 5-е, 4-е, 4-е сентября. Не знаю, куда я его выложу. В общем, друзья, вот такие цены у нас в Чехии на продукты. Я считаю, что это достаточно недорогие цены, потому что вы видите, какое изобилие. И вот еще лежит всякая вода, памперсы, большие-большие покупки. Да, недорого, потому что, ну, вот так живем. Поэтому нам и нравится Чехия, потому что здесь действительно хорошие цены. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Очень классно, когда вы что-то пишите мне, комментируете, что вы здесь были, задаете вопросы. Кстати, мне на Фейсбуке очень много пишут вопросов. Очень рада всем. Если что-то знают, конечно, обязательно я помогаю людям. Да, ну, то, что я могу, то я говорю. Так что всем отличное настроение, замечательные цены на продукты. А главное, качественных, качественных продуктов обязательно вам. Не знаю, я не боюсь здесь не есть ничего. Мне кажется, здесь все достаточно вкусное, классное, без всяких обработок. Хотя, конечно, есть какие-то моменты, типа, в колбасах ешь, но от этого никуда не денешься. Всего самого замечательного. Вкусных вам дней. Побольше калорийной еды, хотелось бы сказать. Побольше здоровой пищи. Всего самого замечательного. С вами была Василиса. Пока-пока.